Асфальт Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Чуть больше недели, я знаю, вы проверяли состояние дорог, краевой столицы. Все ли в порядке, если нет, то по какой причине? Мы только приступили к комиссионному обследованию дорог. То есть на прошлой неделе мы проверили те дороги, по которым у нас была уже достоверная информация. Те, что в зимний период пострадали от каких-то аварий на инженерных сетях. Поэтому мы в первую очередь проехали эти дороги, посмотрели их состояние, встретились собственники инженерных сетей. Таких участков у нас всего 10, которые пострадали именно от каких-то внешних факторов. Буквально на этой неделе уже у нас появилась возможность после схода снежного покрова на две недели мы спланировали комиссионный объезд. То есть мы в комиссию включили достаточно обширный круг специалистов. Помимо того, что наши специализированные организации, которые осуществляют контроль качества, это сотрудники комитета, естественно, сотрудники подрядчиков, это ОНФ, в том числе и студенты политехнического университета, то есть молодая гвардия. А кто будет устранять дефекты, которые вы выявили и выявите впредь? То, что касается дефектов, которые в результате инженерных аварий, то есть по вине третьих лиц, естественно, они устраняются и за счет, и силами третьих лиц. Наша, конечно, задача контролировать качество восстановления для того, чтобы дорога в первоначальный нормативный вид пришла. В основном по этой причине проблемы или еще какие-то есть? Вот это глобальная проблема, а те дефекты, которые мы выявляем в комиссионных выездах уже по дорогам, те дефекты, которые относятся к гарантии, в основном это незначительное разрушение бортовых камней, которые в результате либо зимнего содержания, либо некачественного бортового камня разрушились, просадка колодцев. Даже на Гоголя, кстати, колодец, по-моему, один просел, я видела, тоже Гоголя ремонтирован. Тоже в результате аварии, к сожалению, то есть в зимний период там колодец подмыло, поэтому вокруг просел. Тоже подрядчик будет устранен? Это уже будет водоканал, водоканал, то есть собственник сетей. А те дефекты, которые гарантийные, конечно, это дефекты ложатся на плечи подрядчиков, они будут их устранять. Какой суммой на ремонт в рамках федерального проекта в этом году город располагает на ремонт дорог? Больше она, меньше она? Только в рамках федерального проекта мы приросли. Мы приросли порядка 60 миллионов, но если быть точным, 964 миллиона с половиной на этот год на дороге города. С этого года стартует ремонт 31 объекта и строительство, реконструкция двух объектов. Это долгожданная улица Попова, Атласихинская, Татрактовой. Будет реконструирован объект, комплекс, у нас устройство линиевой канализации, тротуаров, освещения. То есть достаточно серьезный объект, но будет переходящим на два года. Подстроим улицу Солнечную поляну, завершим ее строительство между Павловским трактом и энтузиастом. То есть откроется такая автомобильная серьезная артерия, четырехполосная дорога, чтобы разгрузить нам перекресток Попово-Павловский тракт, это направление. И 31 ремонт участков не только центральных улиц, понятно, что и проспект Ленина, и кусочек социалистического, Комсомольский, то есть те, которые участки не были отремонтированы. Ну и пойдем в периферию, так скажем, в спальные районы, поселки затронем. Поэтому достаточно обширный продолжится ремонт на территории города. Вот вы уже сказали о том, что Ленинский проспект в этом году будут ремонтировать. А какой промежуток, какой участок? Мы в прошлом году, получается, отремонтировали участок между Северо-Западной и Космонавтов. На этот год затронется участок от Северо-Западной до площади Октября. И от улицы Димитрова до площади Баварина включительный. То есть в результате диагностики мы увидели, что состояние участка от Димитрова до площади Октября удовлетворительное. Там необходимо колодцы привезти в нормативное состояние. Поэтому не было необходимости выполнять сейчас там ремонт. Поэтому практически весь проспект Ленина у нас будет в идеальном состоянии. Мост у нового рынка очень многие просят его отремонтировать. Он попадет в ремонтную кампанию или все-таки нет? На новом рынке есть два моста, по которым существует движение. То есть там восьмипролетный основной большой путепровод через ЖД пути. Ну вот вы об этом все-таки, я думаю, люди просят. И следующий трехпролетный. Я хочу сказать, что мы разработали уже проектно-смертную документацию. У нас есть положительное заключение на его реконструкцию. Простым ремонтом там не обойти. Состояние неудовлетворительного путепровода. Поэтому со следующего года мы планируем в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» приступить к его реконструкции. А в этом году будет там какой-то ямочный ремонт? В этом году, конечно, будет приведено покрытие в соответствии. То есть для того, чтобы обеспечить движение нормальное, безаварийное. И не создавать пробки на этом участке. Обычно, когда вы выбираете дороги, которые будете ремонтировать, все-таки ориентируетесь на предложение горожан. В этом году было так же? У нас несколько таких, скажем, источников. Это карта убитых дорог УНФ. Это тоже активность горожан, это их пожелания. Это общественные обсуждения, после которых запускается голосование в сети интернет. Это тоже источник. Но пока что мы почти на 90% совпадаем с пожеланиями населения. Ты уже сказал, что 31 участок дороги будут ремонтировать. Какие-то еще, которые горожане очень давно ждут, может быть, назовем сейчас? Ну, кроме Попоа и Леменского. Я понимаю, да. То есть... Может быть, какие-то мелкие? Ну, не мелкие, а, скажем так, значимые для конкретной аудитории, для конкретных жителей. Но вот дорога на поселок Затон. То есть в очень плачевном состоянии. И мы от въезда до Стеллы приведем ее в соответствие. Это единственная подъездная дорога, которая идет в микрорайон, по которой проходит маршрут общественного транспорта. Эта дорога на поселок Октябрьский, по которой также проходит маршрут общественного транспорта. Это основная дорога. То есть мы ее тоже приведем в соответствие. Ну и в Южном, на самом деле, продолжен ремонт дорог. Это был мой следующий вопрос. Потому что, мне кажется, там очень плохие дороги. Ну, не везде, конечно, парочку отремонтировали. Да, за два года мы сделали две улицы. Это Мусоргского и Белинского. На сегодняшний день в рамках проекта в этом году планируем выполнить ремонт Герцена и Чайковского. На последующие годы, 20-й, 22-й, 21-й, также присутствуют улицы поселка в том числе. Есть ли какие-то новые технологии при проведении работ, которые хотелось бы использовать дорожникам, но по какой-то причине не получается или все по традиции будете делать? Есть и с этого года, в принципе, новые технологии, которые, например, наши региональные коллеги применяли. Вот касается того же поселка Южного, улицы Чайковского, почему в плохом состоянии. Она подвержена, на самом деле, грунтовым водам, которые располагаются слишком высоко к проезжей части, то есть к палатной дороге. Она его разрушает, поэтому мы заложили сметную документацию укрепления основания методом холодного ресайклинга. То есть эта технология, пусть и не новая, то есть не с этого года стартует, это первых 5-5 лет, но вот она в городе не всегда применима в связи с тем, что у нас инженерные сети, колодцы располагаются. Но вот эта технология на Чайковского, возможно, мы ее применим. То есть мы укрепим цементобетонным основанием дороги и будет асфальтобетон плюс. На улице Попова мы приняем в этом году по новому стандарту щебеночно-мастичный асфальтобетон. То есть если ранее ШИМА-15 шел, сейчас ШИМА-11. Ну, специалисты поймут, о чем я говорю. Там все зависит от соотношения мелких фракций щебня и на выходе более прочные получаются асфальтобетонные покрытия. А когда уже начнется, хотя уже ремонт дорог начался, когда масштабная ремонтная кампания начнется и когда завершится в этом году? Ну, то, что мы сейчас делаем, так скажем, в рамках содержания, это ремонт холодным асфальтобетоном. То есть, ну, такие наиболее крупные ямы заделаны. Более масштабная кампания у нас начинается с приходом среднесуточных положительных температур плюс 5. Но уже достаточно сухо, и, по-моему, уже. Ну, вы знаете, недостаточно, на самом деле, сухо, и ночью минусо. То, что касается именно федерального проекта, то мы в мае месяце уже приступим к снятию покрытия на наших планированных дорогах. Естественно, будут разработаны планы графики для того, чтобы синхронизировать наши работы, не создать определенный коллапс. Да, сложности будут, нужно понимать, потому что 31 объект – это все-таки существенная цифра. Тем более, такие крупные магистрали будут ремонтироваться. Ну, а закончить традиционно мы должны до 1 октября. Ну, все, спасибо большое. Ждем, когда у нас дороги будут, ну, совсем уже хорошие, наверное, в городе. Пара-тройка лет нам осталось, думаю. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Антоном Шеломенцевым, представителем Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.